Пронаука А во всем подробнее расскажут мои коллеги, а вы не переключайтесь. Генеральными партнерами в этом году выступили Российское общество знаний и телеканал «Наука». Трек «Знания. Наука» позволяет популяризировать науку и новые технологии среди молодежи, а также поддерживать деятельность ученых во всех регионах страны. Все эти мероприятия проводятся в десятилетии в науке и технологии Российской Федерации. И Казанский университет является ведущим научным учреждением Республики Катарстан по Волжье. Мы производим очень много научной продукции, но вот нам не хватает одного. Нам не хватает молодых, талантливых ребят со свящимися глазами, которые могли бы сделать науку 21 века. Для вас открыты все двери. И одна из этих дверей носит название «Наука». Мы вас приглашаем заниматься наукой в нашей республике, где более 110 учреждений научных, где более 10 тысяч человек занимаются научными изысканиями, и где для вас открыты все дороги. Хочу пожелать вам, сотрудникам университета, новых свершений, новых достижений. А мы со своей стороны, со стороны Российского общества знания, готовы стать надежным партнером и помощником. Спасибо большое и удачи на полях форума. Мраморный зал был наполнен не только интерактивом и разнообразной программой. Так, например, своим опытом в космосе приехал поделиться герой России, космонавт-испытатель Валерий Токарев. Он рассказал гостям о том, как проходила его жизнь на космической станции, как выглядит быт космонавтов и даже рассказал о своем самодельном садике на корабле, где Валерий взращивал стручковый горох. Я в своей экспедиции выращивал там горох. Вот это один из экспериментов. Горох обыкновенный, стручковый, зеленый, параллельно со студентами мои, которые на Земле сажали, я в космосе, вот в такую ранжерейку. Ну, там все понятно, искусственное, искусственное освещение, питание. В этом году пронауку удивило гостей и участников своим масштабом. В рамках лектория было открыто пять аудиторий, в каждой со своими интереснейшими программами выступили 20 спикеров. Первым выступил лектор российского общества знания, известный блогер, публицист и член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Дмитрий Пучков. Еще до начала своего выступления он собрал аншлаг в аудитории, ведь очередь из желающих послушать его занимала практически весь мраморный зал. А говорил он об истории, как науке и системах образования, тогда и сейчас. Очень бодрая публика, крайне заинтересованная, вся в энтузиазме, слушали с интересом, хлопали яростно. Молодцы! Поскольку я занимаюсь изготовлением массы роликов про историю, боремся, так сказать, с фейками, то есть с лживыми трактовками, ну и попутно излагаем правильные. Людям это страшно интересно. Сергей Малоземов, лектор Российского общества знания, известный телеведущий, создатель и автор научно-популярных программ телеканала НТВ, рассказал о 10 самых перспективных современных технологиях, которые, по его мнению, не только создают нашу реальность, помогают в познании мира и поиске способов его трансформации, но и являются двигателем научно-технического прогресса. Мне кажется, очень важно вовлекать самую широкую аудиторию, минимально подготовленную, которая, может быть, не всегда даже так вот прицельно интересуется наукой. Важно вовлекать в эти вопросы, потому что, во-первых, наука формирует критическое мышление, которое очень важно и просто в жизни для адекватности восприятия всего вокруг. Во-вторых, вот эпидемия коронавируса, пандемия, нам показала, что важно, чтобы люди не боялись науки. Следующим спикером стал российский шахматист, гроссмейстер, лектор российского общества знания Сергей Корякин. Он поведал слушателям о математическом моделировании и рассказал о том, как можно обыграть нейросеть в шахматы. Он также ответил на все интересующие вопросы гостей, поделился своей историей о том, как он попал в Книгу рекордов Геннесса в 12 лет. Также о платформе ВКонтакте рассказал лектор российского общества знаний и руководитель команды внешнего продвижения ВК Вячеслав Прохоров. На своей лекции он объяснил, что же это за платформа и каким функционалом она обладает в 2023 году. Что это, зачем, как, откуда, почему, как применять, как не применять. В общем, вечер свободного микрофона. Среди спикеров был и Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый палеонтолог» и блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Свой доклад он посвятил мезозойским млекопитающим, которые в эпоху динозавров находились в большой опасности. Также Дмитрий рассказал слушателям об основных классификациях уже вымерших животных и пояснил, что именно вокруг них витает большинство мифов. Про млекопитающих мезозои обычно говорят, что это маленькие, невзрачные, насекомоядные животные, которые сидят в норах и боятся велосирапторов. Частично да, но на самом деле все гораздо веселее. Вот про такие веселые вещи рассказывать люблю. В этот день в 108-й аудитории можно было услышать материалы на самые различные темы. Так, если про историю и математические вычисления уже рассказали, то тему Марса и его освоения людьми затронул Артем Крызунов, популяризатор науки и ведущий проекта «Мы верим в космос», лектор Российского общества знания. Он рассказал о всей истории изучения загадочной Красной планеты и вместе со слушателями поразмышлял о возможном будущем на ней. Много людей пришло. О чем это говорит? Многие люди здесь, судя по возрасту, явно студенты, может быть, частично школьники. Но факт в том, что это говорит о явной заинтересованности в спикерах, которые здесь непосредственно выступают сегодня, и, возможно, в темах. Организаторы про науки особое внимание уделили детским аудиториям. Для подрастающего поколения провели познавательные мастер-классы и лекции. Я, если честно, даже не ожидала, что это будет столько людей. Это огромное мероприятие, очень масштабное. Безусловно, оно очень нужное, потому что тем, под тем, для тех, кто сюда пришел, великое множество. И каждый, кто сюда пришел, может помимо чего-то, ради чего он тут оказался, зацепить что-то необходимое еще. Понимаете? Все будет хорошо. Давай. Раз, два, три. О том, чему Мартин Лютер учил своих последователей, смотрите далее в сюжете. Помимо интереснейших интерактивов на про науки, можно попробовать себя в разной профессии. Например, пройти самый настоящий кастинг телеведущего. Каждый, кто всегда мечтал стать звездой телевидения, смог попробовать себя и свои способности на кастинге «Универ ТВ» в рамках про науки. Прямо у входа была расположена зона с хромакеем, телевизионными камерами и настоящим телесуфлером, с которого каждый желающий читал подводки одного из выпусков новостей. Контролировали все профессионалы своего дела. Шеф-редактор информационной редакции и уже постоянный ведущий «Универ новостей». Они подсказывали будущим телеведущим, как вести себя в кадре и как красиво подать себя телезрителю. Наставляю, консультирую и даже направляю ведущих на то, чтобы они все-таки познакомились с нашей деятельностью и более того, чтобы ведущие узнали полноценно о нашей работе в кадре. Интересное видение физики продемонстрировал набережно-челнинский институт Казанского федерального университета. Умельцы показали, как просто и легко, а главное весело, можно показывать на практике законы нашего мира. Физика окружает нас везде, да, и как бы физика дает основу, является основанной наряду с математикой для других наук. И учитывая, что все-таки наш набережно-челнинский институт имеет техническую направленность, да, то как бы физика – это вот наше все. Интерактивы в рамках пронауки позволили не только посмотреть и поучаствовать в различных экспериментах, но также побывать в роли опасной, но до жуть интересной профессии, как следователь. Стенд заполнили приборы, основанные на новейших технологиях. Так гости смогли взять самые настоящие отпечатки пальцев благодаря специальному оборудованию, создать реалистичный фоторобот в компьютерной программе, а также провести следственный эксперимент. И самое главное, что все это напрямую используется в работе оперативных сотрудников Министерства внутренних дел. Здесь мы можем посмотреть снятие отпечатков пальцев с различной поверхности. Здесь представлены различные порошки – магнитные, немагнитные, разные кисти. Здесь вы можете снять свои отпечатки пальцев. Тем временем в 109-й аудитории обсуждались вопросы, от которых в прямом смысле зависит продолжительность жизни человека. Сколько нужно спать, чтобы бодрствовать на протяжении всего дня, рассказал директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Киясов. Это направление интересует не только меня. Даже в России очень много групп, которые занимаются этим, в том числе и за рубежом. Сейчас это одно из таких интереснейших и притягательных направлений и медицины, и биологии. Вот это хронобиология, хрономедицина. Михаил Абрамский продолжил тему инноваций. Название лекции «Скажи мне свой секрет» уже подразумевает, то даже те вещи, которые мы так усердно пытаемся скрыть, могут быть доступны не только нам. В частности, пароли и персонализированные данные. В связи с тем, что сейчас популярны интернет-технологии, популярен веб, в принципе, тоже вопрос безопасности данных, особенно в последние годы, стал очень острым. Собственно, чтобы больше людей понимало, как с их секретными данными и как с их информацией работают приложения, как они защищены, как они могут быть взломаны. Несмотря на положительную сторону всех существующих инноваций, облегчающих нашу жизнь, вплоть до самых обыденных вещей, есть и то, что вызывает страх. Зависимость людей от технологий, риск ухудшения духовной культуры. Подробнее о гражданской истории цивилизации античности рассказал директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета Дмитрий Чекрин. Сейчас мы находимся на определенном новом витке научно-технического прогресса, потому что людям сейчас более интересно снова стали машины, но менее интересна культура. 109-я аудитория объединила в себе такие тематики, как космос, биологию, технологии. Все это оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь и также тесно связано с будущим. В последнее время все больше ученых говорят о чрезмерном использовании ресурсов нашей планеты и их истощении в достаточно скорые сроки. Это и стало основой выступления профессора кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского Федерального университета Юрия Нефедьева. Многие, в общем-то, компоненты, которые редкоземельные металлы называются, через 10-15 лет просто перестанут у нас здесь добываться. И вот эти вот вещи, как вот, допустим, телефоны, выпускать будет не из чего делать. Чем же хороша пронаука в Казанском Федеральном университете? А тем, что сложные вещи объясняются достаточно простым и понятным для всех языком. Вот вы, например, знали, как делается мыло? Я нет. Давайте спросим об этом. Сразу после того, как мыльную основу отправили на растопку, необходимо дождаться, пока масса станет жидкая. Следом в раствор добавляется краситель и ароматизатор с любимым запахом. На этом этапе мыло уже можно разливать по формам и остается только ждать момента, когда оно затвердеет. Наши химики с нашего научно-производственного центра демонстрируют новый способ варки мыла. Мыло получается глицериновое на основе глицерина. Оно отличается от обычного мыла тем, что не содержится в составе спиртов, соответственно, оно лучше сказывается на нашей коже. Также можно было познакомиться с работой детского сада КФУ. Одна из ведущих психологов рассказала про важность отношений между детьми и родителями. Проводим большую диагностику, потому что нужно понять, как отличить детей с аутизмом и детей без аутизма. Потому что мы берем только свою категорию туда детей, поэтому диагностику приходит очень много детей. Свои изобретения представили ученики лицея имени Лобачевского, которые изготовили карту Республики Татарстан из дерева, чтобы любой желающий мог попробовать себя в роли картографа и проверить свои знания о расположении городов, деревень и сел. Дети из дерева на ЧПУ-станке вырезали карту Республики Татарстан, сделали из нее пазл. И у нас два участника среди гостей подходят к нам на станцию, на локацию и соревнуются, кто быстрее соберет. Также интересные задания по картографии предложила кафедра астрономии и космической геодезии. Детям нужно было найти постройки из зданий. Для ребенка поначалу это трудно, но со временем он начинает хорошо ориентироваться на местности. В этом мы представляем технологии дистанционного зондирования Земли, а рассъемка в том числе и, конечно же, в том числе и бесплатных летательных аппаратов. Не обошлось и без обсуждения самых насущных тем, которые присутствуют в нашей повседневной жизни, а именно маркетинг. С этим помогла разобраться Наталья Каленская, доктор экономических наук и заведующая кафедрой маркетинга Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Она рассказала слушателям все о том, как работает наш мозг и как это используют маркетологи для продвижения товаров. О чем думают потребители? Дело все в том, что мы отходим от модели показного потребления, когда мы ведемся на уловки недобросовестных рекламодателей, заказчиков. И мы приходим в то время, когда доминирует чисто утилитарный подход, когда человек для себя решает, нужно или не нужно. Для развития науки в Казанском федеральном был создан детский университет. О нем и пошла речь в одной из лекций. В его задачи входит развитие у детей тяги к науке. И я очень рад, что как выпускник детского университета, на своем примере показываю, что учиться и заниматься наукой – это очень интересно. Также в центре внимания были и вопросы IT-сферы, о которой подробно рассказал ассистент кафедры инноваций и инвестиций Института управления экономикой и финансов Руслан Васильев. Как молодому человеку выстроить систему личной эффективности и продуктивности? Как двигаться к целям поэтапно? Жайл – это гибкое мышление. То есть специальный подход, который мы можем применять в любой сфере. Свои истоки он взял в IT, но сейчас мы можем его применять в различных других направлениях, в том числе в нашей обычной личной жизни. С детства многие из нас задумывались о том, чтобы связать свою жизнь с медициной, но не каждому удалось воплотить эту мечту в реальность. Однако сегодня студенты Казанского федерального университета подготовили специальный тренажер, благодаря которым каждый мог упробовать себя в роли хирурга, сделав шов на воображаемой коже. Островок занимательной хирургии представляет собой небольшой операционный блок, включающий в себя несколько интерактивов. Первый и проверенный мной – освоение базового и самого важного хирургического навыка наложения классических узловых швов. Второй частью островка стала стойка с эндовидеохирургией, благодаря которой можно было также воспользоваться всеми необходимыми инструментами, проведя мини-операцию. Интересно это и взрослым, и детям. Взрослые это видели в сериалах и фильмах, и подходит им интересно становится. Дети – это первые навыки, их первый опыт, им всегда интересно. Интерактив, привлекший внимание не только детей, но и взрослых – дроны и беспилотники. Что, как и почему. На дроне установлена камера, благодаря которой можно было наблюдать за съемочным процессом, надев очки виртуальной реальности. Попасть в это хобби, нужно сперва немного полетать в симуляторе, немного поучиться, наработать моторику. Далее уже можно выходить с настоящим дроном и пробовать летать. Отличным завершением масштабного фестиваля «Про наука» стало грандиозное маппинг-шоу, которое было старательно подготовлено студентами и преподавателями Института дизайна и пространственных искусств. Огромное изображение было выведено прямо на фасад второго высотного корпуса Казанского федерального университета. Генеральным партнером в этом году выступило Российское общество знания, а партнером мероприятия стал телеканал «Наука». Что касается освещения, то основным информационным партнером фестиваля стал телеканал «Универ ТВ». В течение всей «Про науки» за съемочный процесс отвечали операторы молодежного центра телеканала и корреспонденты новостного отдела. Для тех, кто не смог лично присутствовать на научном фестивале, проходила трансляция в официальной группе Казанского федерального университета в социальной сети ВКонтакте, которую может пересмотреть любой желающий. Информационная редакция Универ ТВ